Завтра экзамен Давай за тех, кто верил в результат Давай за тех, кто это создавал Давай за всех, на ком без факт стоял Если пучок света падает на границу раздела двух прозрачных свет То кроме отраженного пучка О котором мы уже говорили Возникает световой пучок, распространяющийся во второй среде Если она прозрачна Этот пучок, как показывает опыт Также распространяется в плоскости падения То есть в плоскости, проведенной через падающий пучок И нормаль к поверхности, разделяющей две среды Но этот пучок распространяется под углом Альфа-Т От слова transition прошел Таким, что выполняется следующее соотношение Где N1 и N2 Некоторые характеристики прозрачных средств Называемые показателями преломления Обычно N Больше единиц Потом мы с вами узнаем То в прозрачной среде свет Распространяется с фазовой скоростью Равной С делить на N Если N у нас больше единицы То фазовая скорость распространения света в среде Оказывается меньше, чем скорость света Сразу скажу Что нередки случаи Когда N Меньше единицы И в такой среде Свет будет распространяться с фазовой скоростью больше, чем c Такое бывает Специальная теория относительности не запрещает скоростей больше, чем c Специальная теория относительности запрещает распространение сигнала со скоростью больше, чем c Так вот, оказывается Осмысленное сообщение Побежит в среде вовсе не с фазовой скоростью А совсем даже с другой скоростью Которая будет называться групповым И то, что фазовая скорость иногда оказывается больше, чем c В этом ничего страшного Итак, показатель преломления Это некоторая характеристика среды Которая определяет Связь углов при отражении И как будет понятно из волновой оптики Определяет фазовую скорость распространения света в среде Часто пишут Это чуточка по-другому И пишут Синус альфа преломленная Есть n2 к n1 На синус падающих углов падения И отношение Так называемых абсолютных коэффициентов преломления Называют относительным Коэффициентом преломления двух средств Ну, я бы сказал так Я бы сказал, часто так делают Я всё-таки оговорюсь Скажу поточнее Так зачем-то любят делать в школах Зачем-то Почему так не оставлять И вводить ещё одно число Понятное имя Оптические среды У которых показатель преломления больший Называются оптически более плотными Для вакуума Н равно единице Для газа Н почти равно единице Чуть-чуть меньше Или чуть-чуть больше Тогда как Для стекла Н Порядка 1,5 Для воды Н Порядка 1,3 Если свет Проходит из оптических Менее плотной среды В более плотную Например Здесь у нас воздух Или вакуум А здесь у нас стекляшка То поскольку Н2 больше чем Н1 Отсюда сразу же следует Что синус Альфа Т Меньше Чем синус Альфа М Это значит Что если свет Проходит из среды Менее плотной В более плотную Он начинает Распространяться Под меньшими Углами Если у нас Есть поверхность Воды Или чего-то Свет шел так И теперь он пошел Более вертикально Хочется сказать Что свет Завернул В сторону Большей плотности Лучи света Заворачивают В сторону Большей Оптической плотности Например Если мы сделаем Слоистую структуру Тут Н с ноликом Воздух Тут Н1 Н2 Н3 Н4 И показатели Преломления Будут Возрастать Если на эту Среду Падает свет Из воздуха Под таким Углом То он Преломится Если Н1 Больше Чем Н с ноликом Под меньшим Углом Если н2 Больше Чем Н1 Он Еще Под меньшим Углом Преломится Если Н3 Еще Больше Он Еще Под Менее Посмотрите Световые Лучи Заворачивают В сторону Увеличения Показателя Преломления Если У нас Происходит Все Совсем Даже Наоборот И Свет Переходит Из Более Оптически Плотной Среды В Менее Оптически Плотную Например Свет Выходит Из Стекляшки В Воздух Вот У нас Падал Свет Под Таким Углом Отразился Под Таким Углом А В Воздухе Он Должен Ити Под Большим Углом Вот Это Альфа Падение А Это Альфа Итак Здесь у нас Стекляшка Или Вода А здесь У нас Воздух Тогда Свет Пойдет Под Большим Углом Понятно Что Если Я буду Увеличивать Угол Падения То Отраженный Луч Пойдет Под Тоже Увеличенным Углом А Преломленный Луч По Закону Преломления Пойдет Еще Под Большим Углом Он Пойдет Как-то Вот Так Понятно Что Можно Подобрать Такой Угол Падения При Котором Преломленный Луч Пойдет Под 90 Напишем При Переходе Света Из Оптически Более Плотной Среды В Менее Плотную В Соответствии С Законом Преломления Преломленный Луч Распространяется Под Большим Углом Чем Падает Нетрудно Найти Условия При Котором Преломленный Луч Будет Распространяться Вдоль Границы Раздела Понятно Что Синус Альфа Т Будет Равен Н1 К Н2 На Синус Угла Падения Который В этом Случае Когда Преломленный Луч Пошел Вдоль Границы Раздела Называется Предельный Лугу Понятно Понятно Что Если Угол Преломления Равен Пи Пополам То это Равно Единицы Тогда Синус Предельного Угла Равен Отношению Н2 Н1 И это Означает Что Предельный Угол Равен Арксинусу Н2 К Н1 При таком Угле Свет Еще Может Распространяться Во второй Среде Распространяясь Вдоль Самой Границы Ее Поверхность Но если Мы Кинем Свет Под Еще Большим Углом Под Углом Альфа Ф Штрих Больше Чем Предельный Угол То в этом Случае Чисто Формально Синус Угла Преломления Окажется Больше Чем И Деницы Нас Вроде Как Учили Что Синус Ограничен Деницей Поэтому Как-то Трудно Представить Себе Преломленную Волну Преломленный Световой Пучок Распространяющийся Под углом Синус Которого Больше Единицы В этом Случае Говорят Что Наступает Явление Полного Внутреннего Отражения Отраженный Свет Есть А Преломленного Нету Потому Что Представить Себе Световой Пучок Идущий Под углом Синус Которого Больше Единицы Немножко Трудно В этом Случае Говорят Что Весь Свет Отражается На самом Деле Это Неправда Поскольку Уравнение Синус Икс Равно Даже Пяти Имеет Решение Если Мы Перейдем Комплексную Плоскую Область Поэтому На самом Деле При полном Внутреннем Отражении Свет Здесь Есть Но Он Распространяется В некотором Смысле Под комплексным Углом Что Это Означает Разговор Впереди Классической Оптики Говорят Что Это Невозможно На самом Деле Возможно Этот Свет Можно Видеть На Эксперименте Наличие Такого Света Это Бич Тех Кто Работает С Волноводами Они С ним Борются Он Им Жутко Мешает Но Об этом Расскавор Впереди Все Начинаем